Нравится происходящее в зале? Отлично, отлично. Мне сегодня попросили дать тему, рассказать немножко о криптотушинках. Это программное обеспечение, которое как раз позволяет вам пользоваться криптоактивами, которые есть, и криптовалютами. Поднимите руку, у кого уже есть какие-нибудь криптовалюты и криптотушинки? Так, хорошо. А у кого нету пронимите руку? Я сейчас, по сути дела, буду выступать для этого человека. Я шучу, но на самом деле для всех остальных тоже это будет полезно. Как я пока жду лидер, немножко расскажу о том, как началась моя история. Как началась моя история знакомства. Прошу мою презентацию поставить. Как началась моя история знакомства с криптовалютой, это было в далеком 2010 году. И вот тем, которые я сегодня буду раскрывать, вам поможет избежать моей ошибки. Тогда мои друзья знакомые из Америки позвонили и начали мне рассказывать, что появляется новая, можно сказать, новая экономика. Так как я работал в банковском секторе, они были уверены, что мне это будет интересно. И это действительно меня заинтересовало, потому что они сказали, что придет время, когда многие люди смогут сами печатать деньги. Вот кто хотел бы иметь свой печатный сторон, подними другую. Вот кто поднял, к тому деньги и будут идти. А все остальные сидят, стесняются. Я, конечно, скептически к этому отнесся и в качестве баловства инвестировал в 100 долларов. Для меня это тогда были, ну как и сейчас, в принципе, смешные деньги. Просто посмотреть, что это такое. Так вот, на тот момент биткоин стоил где-то порядка 90 центов. Кто сейчас может в голове посчитать, если бы вы купили по 90 центов биткоины на 100 долларов, что с ними сейчас произошло? 9 тысяч. 9 тысяч? Как-то вы неправильно считаете. А? 50 тысяч за единицу он сейчас стоит. Вы бы стали просто автоматически долларовым миллионером, да, со 100 долларов. У меня история была интересней, потому что я себе этот кашелек открыл, закинул туда 100 долларов и благополучно про него забыл. Через некоторое время, я не помню какое время, прошло 2 или 3 года, я вдруг встречаю информацию, что биткоин стоит, это сейчас о нем с утра до вечера со всех экранов пишут, да, тогда об этом информации не было, биткоин стоит 3 доллара. И я думаю, о, круто, я поднял свои инвестиции в 3 раза, дай-ка я его продал. И вот здесь пришлось самое интересное. Я пытаюсь судорожно вспомнить пароль, который придумывал, когда создавал кашелек, и я не могу этого сделать. То есть, потом биткоин стал по 7 долларов, и я опять пытался вспоминать пароль. Я долго хранил тот убитый уже компьютер, просто потом диск из него вытащил. Но пароль, к сожалению, так и не вспомнил, потому что у меня есть своя система паролей. А тут, как бы по приколу, я просто придумал, помню какую-то фразу из какой-то книги или еще что-то такое. Никак бы я не пытался вспомнить вот эти 100 биткоинов, как где-то и витают в области интернета. Так вот, чтобы с вами такого не произошло, друзья мои, слушайте внимательно тему, которую я сейчас буду давать. То есть, что такое крипто-кошелек? То есть, это устройство, которое позволяет вам иметь доступ к своим криптоактивам. То есть, все криптовалюты, они в принципе находятся на блокчейне. Так, мне отморка презентации. О, слушайте. То есть, я уже сказал, крипто-кошелек это специальная программа, которая позволяет иметь доступ к криптоактивам и имя управлять. То есть, у каждого крипто-кошелека есть приватный ключ и закрытый ключ. То есть, один из них служит для того, чтобы вы могли получать деньги, и второй отправлять. И вот если вы потеряете закрытый ключ, а когда я, кстати, обзрывал кошелек, я об этом даже не думал, а соответственно, вы автоматически теряете доступ к своим деньгам. Я уверен, что на сегодняшний день в биткоине есть огромное количество таких кошелек, где люди просто потеряли в них доступ, и эти деньги навсегда растворились. Вот знаете, если вы монетку бросите в океан, она там исчезнет, растворится, навряд ли кто-то ее найдет. Вот точно так же на просторах блокчейна огромное количество монеток было затеряно. И вот условно, все, что я сейчас буду рассказывать, это условное деление различных видов крипто-кошелеков. То есть, если очень грубо начать, есть кошельки холодного хранения, да, и кошельки горячего хранения. Чем они отличаются? То есть, холодное хранение, это крипто-кошелеки, которые имеют физическую основу и деньги хранятся именно на нем. Пока его куда-то не воркнешь, деньгами воспользоваться нельзя. Горячее хранение, вы можете иметь доступ к нему без всяких устройств, с любого устройства, и они тоже можно их условно разделить на разные типы. Итак, онлайн-кошельки есть и кошельки браузерные. Чем они отличаются? Онлайн-кошельки, они удобные, потому что к ним вы имеете доступ к любому устройству. Можете с телефона, можете с любого компьютера. Все, что вам нужно знать, это пароль к своему кошельку или секретная фраза для доступа к кошельку. Вот на каком компьютере вы этот пароль ввели, там и воспользовались. Браузерные кошельки, они привязаны конкретному браузеру, но позволяют встраивать крипто-кошельки для управления вашими крипто-активами. У них, конечно, есть свои плюсы. То есть они быстрые, им легко пользоваться, но вы очень легко можете потерять индоск, потому что ключи хранятся на устройстве, на каком-то, да, и, соответственно, при этих ключей могут быть скрыты мошенниками, могут создаваться тысячи свои сайты и так далее. То есть это уже недостатки этих шипов, да, минусы. Ну и, соответственно, вот всякие недобросовестные криптовалютные проекты, как правило, которые хотят собрать деньги и никак не отдать их, не происходит себе, они часто используют именно эти кошельки. Дальше кошельки также можно разделить по категориям по способу хранения. То есть мобильные криптовалютные шипы размещены на мобильных гаджетах, то есть у них степень защищенности уже выше. И, соответственно, их плюс основной в том, что ключ-карапинцы у вас и без доступа к этому мобильному устройству никто никогда не сможет списать и воспользоваться вашими криптами. Минусы в том, что вы, если не имеете это мобильное устройство с собой, то вы, похоже, не сможете воспользоваться криптоактивами. То есть это устройство должно быть всегда у вас, потому что без него транзакции сделать нельзя. Дальше следующее. Мин криптокошельков – это криптокошельки на различных биржах. То есть вы можете открыть криптокошелек на бирже и хранить свои деньги там. В чем преимущество таких кошельков? И кто их использует? Люди, которые часто продают или покупают криптоактивы, кто не одну криптовалюту имеет, а несколько и хочет быстро перебрасывать деньги с одного кошелька на другой, с одного вида валюты на другой, а также те, кто занимается трейдингом, брокером и так далее. Соответственно, плюс здесь в том, что когда вы храните кошелек на любой бирже, внутри биржи у вас минимальные комиссионные на покупку, продажу криптовалют, а также на взаиморасчеты друг с другом, если вы внутри биржи переводите к человеку. Недостаток в том, что, опять же, ключи хранятся на бирже, и, соответственно, биржи поддержаны взломом, и были случаи, когда деньги с биржи стекали. Соответственно, биржи могут арестовать, ваши счета могут арестовать на биржах, и, соответственно, для хранения долгосрочных и больших объемов криптовалюты биржевые кошельки не рекомендуется. Рекомендуется там хранить небольшую сумму, которую вы можете туда-сюда перебрасывать. Дальше, программный кошелек. Это, соответственно, кошелек, который хранится на компьютере. То есть есть так называемые тяжелые кошельки, когда заканчивается в него весь блокчейн. Есть облегченные. Их преимущество в чем? Очень надежное хранение, то есть не будет стоит ваш кошелек. Минус, опять же, вы привязаны к устройству, на котором заканчивается. То есть если у вас нет доступа конкретно к этому компьютеру или к этому устройству, куда заканчивается шелек, вы воспользоваться своими ресурсами не можете. Дальше. Аппаратные кошельки. Это холодное хранение, самое надежное на сегодняшний день считается. И, соответственно, люди, которые хранят большие суммы и надолго, вот они используют аппаратные кошельки. Высокие уровень защиты – это основное их достоинство. Основной недостаток, опять же, что без него вы не имеете доступа к своему счету. И второе – они достаточно сложны в использовании большинством людей. Вот просто так, как, например, кошелек, о котором рассказывали сегодня, вы просто не сможете скачать и установить определенные навыки. Но зато вы можете всегда восстановить свои деньги. Есть редко распространенный тип бумажных кредитов кошельков, когда ваши ключи хранятся на бумаге. Их плюсы в том, что опять высокая надежность, и минус в том, что бумажный носитель может быть легко и спорчен, и вы, соответственно, потеряете доступ к своему кошельку. И вот когда вы встаете перед выбором, какой же кошелек лучше выбрать, чем пользоваться, потому что очень часто люди, которые только начинают входить в индустрию криптовалюты, у них первый вопрос – как валюту купить, где ее хранить. Потому что никто не покупает ее просто так. Все хотят ее использовать и желательно получить прибыль. И вот в зависимости от того, для чего вы хотите использовать криптовалютный кошелек, например, можно купить биткоин, на него, про него забыть на пару лет, и в 10, в 20, в 100 раз он вырастет в цене, или какая-то валюта, в которую вы верите, и получить такой. Для этого лучше использовать кошельки с высокой надежностью. Если вы хотите быстро перекидывать криптовалюты, торговать, ловить те, которые растут, а некоторые криптовалюты позволяют зарабатывать буквально тысячи процентов за месяц, месяц, а иногда и за день, тогда нужны эти кошельки на бирже. Еще условно это можно разделить на кастодиальные и некастодиальные. Что такое кастодиальные кошельки? Ну, само слово «кастодиал» – это пошло от банков, когда банки берут на хранение какие-то ваши активы. Например, вы можете в банке хранить золото, вы можете в банке хранить свои деньги, вы в банке можете хранить какие-то долговые расписки. Вот это кастодиал, он хранит что-то. Вот кастодиальные кошельки – это когда вы свои деньги отдаете на хранение кому-то. Соответственно, в чем преимущество их? Вот в них, если вы забудете пароль, как раз можно восстановить пароль, можно восстановить активы, и они подходят в первую очередь тем людям, которые слабо разбираются в криптовалюте и только осваивают этот рынок. Не кастодиальные кривые кошельки. То есть это как раз кошельки, где публичный ключ хранится у вас, и в случае его потери только вы несете полную, стопроцентную, ну, скажем так, ответственность за то, что вы потеряли. То есть вы никому не можете уже сказать, «Ой, слушай, я пароль забыл, помогите нам восстановить». Все, вот как я потерял пароль, и миллиона долларов нету, да. Соответственно, минус, пусть идеальных кошельков, соответственно, вот в этом. Но они, соответственно, здесь деньги принадлежат вам. Ну и, соответственно, плюсы, как я уже сказал, неких стадиальных кошельков, вы можете полностью контролировать свои средства, и не можете в том числе сковать, наложить арест и так далее. Но минус, если вы потеряли публичные ключи, соответственно, вы потеряли доступ к деньгам. Ну и в завершение, сегодня уже очень много говорилось про Dow Wallet. Для меня он очень прям своевременный продукт, потому что проектами, криптовалютами я занимаюсь уже давно, и основная проблема большинства людей, почему они боятся войти в тот или иной бизнес, почему они боятся воспользоваться всеми преимуществами криптовалюты, только в одном, они не знают, как ее купить, не знают, как хранить, не знают вообще, что это такое. У людей определенный страх. И вот с появлением вот этого кошелька, он связал мир криптовалютный с миром фиатом. То есть с теми деньгами, на которые люди привыкли. Скачав Dow Wallet, любой человек может практически пользоваться криптовалютными счетами так же, как и любыми счетами, которыми он и так пользуется. У него есть своя карта, соответственно, по которой он может в магазине рассчитываться, он может снимать деньги с банкомата. Да, вот человек показывает, как уже пользуется. Соответственно, это стирает границу и активает доступ на криптовалютный рынок огромному количеству людей. Но и в завершении своего выступления хочу сказать, почему вы сегодня в выгодном положении перед всеми остальными. Вы помните, Илья сегодня, в начале нашего сегодняшнего вечера приводил статистику, сколько людей не имеют счетов вообще. Он приводил статистику, сколько людей имеют счета, но только в одной стране. И все эти люди, конечно, хотели бы воспользоваться какой-то системой, какой-то карточкой, которая открывает им доступ в любой стране и избавляет от тотального контроля государства. Вот в принципе, вот этот продукт, он позволяет это сделать. И, соответственно, почему второе, вот здесь можно его скачать, почему второе, плюс почему вы сегодня здесь и узнаете первые о криптовалютах, и особенно те, кто ими уже начал пользоваться, вы получаете колоссальное преимущество, потому что криптовалюты со временем, как и весь алюток, растут в цене. Вот смотрите, я вам не сказал историю, когда-то биткоин можно было купить даже не за 90 центов, а можно было купить за доли центов. И были люди, которые это сделали, и сегодня они стали мультимиллионерами. Кто-то может сказать, я уже опоздал. Так вот, для тех, кто думает, что опоздал, хочу просто дать маленькую статистику. Почему? Когда вы или мы с вами рассказываем другим о криптовалютах, мы автоматически зарабатываем. Возьмем тот же биткоин, его курс зависит от чего? От востребованности. И сегодня уже говорили, что это, по сути, цифровое золото. Да, только золото у нас тяжело купить и продать, и при покупке и продаже теряются большие комиссии, по сути дела, и съедать всю примену. А биткоин стремительно растет в цене, его количество ограничено. И если несколько миллиардов человек начнет пользоваться, просто откроет себе кошелек на биткоине, и он купит хотя бы на один доллар монеты, да? Хотя бы на один доллар. Это могут люди сделать? Как думаете? Кто считает, что могут? Подними это лучше. Супер. Так вот, если 3 миллиарда человек примерно купит на один доллар биткоин, биткоин будет стоить около миллиона долларов. Поэтому вот эти вопросы, будет ли расти биткоин, не будет. Конечно, будет. Конечно, будут взлеты, конечно, будет коррекция, потому что люди, которые профессионально этим занимаются, зарабатывают и на росте, и на потеке, и они специально это делают, чтобы зарабатывать, да? Но, если вы в долгосроке хотите развиваться и использовать криптовалюту на 100%, для вас на сегодняшний день идеальная ситуация на рынке. Голубой океан, никто пока вас не контролирует, по рукам не вяжет, и вы можете сделать увеличение капитала в сотни, в тысячи раз. Вот, я вас с этим поздравляю, спасибо огромное за ваше внимание и желаю вам всех институтов и хорошего в росте дохода. Итак, друзья, супер, а как у вас настроение вообще? криптовалют, а как у вас я сейчас еще не пощаленал. Спасибо.